Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И мы начнем сейчас разговор о книге «Деяний святых апостолов» и поговорим о первой главе. В качестве предварительных замечаний нужно сказать, что книга эта является, собственно, второй половиной двухтомника своего рода, большой книги, написанной Евангелистом Лукой в двух частях. Первая часть — это Евангелие от Луки, вторая часть — Деяния. Одно является непосредственным продолжением другого и в самом начале, собственно, книги «Деяний» Лука упоминает первую книгу, надписывает ее, так же, как в Евангелии, обращением к некоему Феофилу, неизвестному нам человеку. Что касается жанра книги «Деяний», она, конечно, напоминает некоторые литературные рассказы о деяниях каких-нибудь великих героев. Слегка напоминает. Она слегка напоминает, ну, может быть, даже ближе напоминает по жанру рассказы, которые вошли в нашу культуру, в нашу историю, как так называемые мученические акты, рассказы о мученическом свидетельстве древних христиан, о своей вере. Но при всем том подобного рода произведений в античной письменности, вообще говоря, раз-два и обчелся. Ну, то есть, про всяких исторических личностей написано очень много, про мучеников тоже написано очень много, но это все-таки не такое вот систематическое изложение некоторой истории того, что происходит в мире после смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа. По большому счету, конечно, деяния создают некоторый новый жанр, новый жанр, и поэтому, собственно, предъявлять к ним некие требования жанра совершенно бессмысленные, ожидать следования каким-то законам жанра тоже, в общем, довольно бессмысленно. Лука здесь создает некоторое вполне себе уникальное произведение. Теперь, что касается датировки, традиционная датировка, ну, или, скажем, более традиционная датировка, это приблизительно около 65-го года первого столетия по той простой причине, что события, которые евангелист Лука описывает, заканчиваются 63-м годом. Лука изображает некоторый процесс распространения веры от Иерусалима по всему миру, и в качестве крайней точки избран Рим, столица империи, откуда уже дальше миссии и проповедь христиан расходятся по всему лицу земли. Ну, и вот прибытие действующих лиц в Рим, которым заканчивается деяние, ну, где-то вот ориентировочно 63-й год. Более современная датировка, примерно 85-й год, в силу того, что последние минимум полстолетия исследователи склонны все как один дружными рядами называть даты написания новозаветных книг лет на 20-25, позже, чем традиционная датировка. Есть ли тому серьезные историко-филологические аргументы, или это мода такая, я не возьмусь ответить. Но, тем не менее, по факту мы наблюдаем это вот так. Какую книгу ни возьми, все датировки современные оказываются на 20-25 лет позже традиционных. Хотя, правда, надо сказать, что в некоторых случаях это оправдано. В отношении книги деяний, скорее, исследователи ориентируются на время, когда, по их мнению, была закончена редактура Евангелия от Луки. Поскольку, да, действительно, редактура занимала некоторое время, но это не значит, что, знаете ли, десятки редакторов и корректоров и верстальщиков корпели над рукописью 20 лет. Нет, на самом деле, это значит, что рукопись 15 лет существовала в нескорректированном виде, потом была скорректирована и стала распространяться именно в нем. Так или иначе, вот, если ориентироваться на такую дату редакции Евангелия от Луки, ну, тогда, да, действительно, деяние, вероятно, 85-й год. Хотя, с точки зрения внутренней, с точки зрения содержания самого текста, ну, по большому счету, очень убедительных аргументов вот сделать на 20 лет менее древней эту книгу не наблюдается. Теперь, собственно, к повествованию евангелиста Луки обратимся и взглянем на то, о чем он рассказывает нам в первой главе. Потому что в первой части деяний вообще он рассказывает о неких событиях, рассказывает с богословской точки зрения, там его богословская мысль тоже существует, но рассказывает он слегка отстраненно. Где-то ближе ко второй половине книги мы обнаружим, что Лука вместо они о своих действующих лицах начнет говорить мы и перейдет к рассказу о событиях очевидцем и участником которого был сам. Но это во второй плане книги. Здесь, в первой, тем более, главе, он рассказывает, как историк, проанализировавший собранные им рассказы очевидцев. И вначале он говорит о Евангелии, первую книгу я написал о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам. Такое на три стиха длинное предложение, как, кстати говоря, и пролог Евангелия от Луки. Там тоже такой сложный период, который шаловливым детям в качестве наказания для грамматического разбора хорошо давать, потому что там, как у Льва Толстого, тоже длинное предложение, и к концу ты забываешь, с чего началось, где было подлежащее, и сколько там было сказуемых. Тем не менее, вот Евангелист говорит, если разобрать по содержательным частям, что он пишет, писал о том, что Иисус совершил до Вознесения. Он говорит о том, что Господь Иисус дал духом святым повеление апостолам. Дал духом святым повеление апостолам. Но при этом заметьте, что событие сошествия святого духа в рассказе евангелиста Луки еще впереди. И, может быть, это своего рода попытка предварить такой экспозиции содержания будущего рассказа. Так или иначе, он говорит о том, что Господь Иисус в продолжении сорока дней являлся апостолом, говоря о Царстве Божьем. Строго говоря, сорокадневная такая цифра появляется именно здесь, в деяниях у Луки. И нельзя исключить, что до некоторой степени это яркий образ. И, возможно, даже иногда, глядя в другие тексты Нового Завета, в те же послания Павла, можно было бы предположить, что явления воскресшего продолжались, да, собственно, и продолжаются значительно дольше этих сорока дней. Потому что в истории Церкви за прошедшие две тысячи лет явления воскресшего происходили неоднократно, и, надо надеяться, еще будут происходить. Поэтому Лука вот здесь приводит эту цифру, чтобы ограничить тему. Вот Господь, когда является, учит Духом Святым апостолов, а мы рассказываем о том, что из этого вышло. И вот он говорит о том, что Господь Иисус повелевает апостолам, оставайтесь в Иерусалиме, никуда не ходите. Имеется в виду, что они думали вернуться в Галилею. В Иерусалиме не вполне безопасно, и вообще они там чужие, и что им там делать. И вот, тем не менее, Господь Иисус говорит им, оставайтесь в Иерусалиме, будете крещены Духом Святым. Вы получите обещанное от Отца. Крещение Духом Святым. И здесь вот это событие крещения Духом выступает в качестве такого центрального сюжетной завязки всей книги. Снова надо сказать, что евангелисты, как синоптики, так и Иоанн, в общем упоминают, иногда в явной, иногда в менее явной форме, об этом феномене крещения Духом Святым. Ну, скажем, там тоже 14 главе Евангелия Теанна. Но для Луки это, по-видимому, отправная точка. Вся его книга, вся история, которую он повествует, начинается с этого важного момента крещения Духом Святым. Дальше он рассказывает о Вознесении как будто бы снова, потому что в кратких словах он говорил о Вознесении в конце своего Евангелия. И здесь он снова об этом событии рассказывает чуть иначе, не совсем так, как в конце Евангелия от Луки. И, пожалуй, делают для современного читателя наиболее значимой деталью вот что может быть. Апостолы, когда они собрались вместе у подножия горы Елеонской, где-то горы, на которой Господь будет возноситься, поднимаются с ним на эту гору, они задают ему очень определенный вопрос. Не в сие ли время Господи восстанавливаешь ты царство Израилю? Они с детства научены, так положено им знать. Все иудеи так или иначе на это ориентируются, что настанет день, когда Бог восстановит скинию Давидову упадшую, когда придет Мессия, который победит смерть, зло, грех. И в предыдущее время Господь Иисус отверзал апостолам ум к разумению Писаний, и они, вероятно, все же смогли понять то, что говорят известные Писания о смерти и воскресении Сына Божьего и об спасении, которое Бог таким образом совершает. Ну, и в каких, так сказать, общественных формах, в формах жизни всего народа будет выражаться это спасение. Они спрашивают его, не сегодня ли, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Давида, восстанавливаешь ты царство Израиля, потому что Бог это обещал. И они часто думают, как и другие иудеи тоже, что Мессия придет, Мессия совершит некое спасительное действие, которое будет связано, как они теперь понимают, с его смертью и воскресением, и что и должен, как ожидается, воцариться воскресший Мессия с точки зрения привычного апостола иудейского богословия должен воцариться наконец-то и будет восстановлено царство Израилю, земля потечет молоком и медом, язычники придут, значит, и все будет хорошо. Ну, в конце концов, да, такая нормальная точка зрения. Гораздо важнее, знаете ли, не то, что они ожидают, как то, что отвечает Господь Иисус. Это одна из важнейших мыслей вообще первой главы и все книги деяния. Вот Господь на этот вопрос говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Не ваше дело знать времена и сроки. Так решил отец. Время окончания истории мира, время конца света, конца времен, оно Богу известно, а больше никому. Иисус принципиально отказывается эту тему обсуждать с апостолами. Это не ваше дело, потому что у вас другая задача, и она не зависит от того, когда восстанавливается царство Израиля. Заметьте, конечно, что за прошедшие две тысячи лет, как только датировка приближалась к какой-нибудь круглой цифре, будь то семисотый год, тысячный год, при том, что они были не очень правильно вычислены, семитысячный от сотворения мира, двухтысячный этот вот линолеум, который мы все тоже с вами застали, с регулярностью движения планет при каждой круглой цифре возникают движения людей, которые говорят, а мы знаем, что отец положил, что времена и сроки вот в своей власти вот на такую дату, поэтому все срочно роем пещеру, туда зарываемся вместе с детьми и ждем. Ну, чаще всего, надо добавить, ждем, как дураки, хотя бывают, к сожалению, трагические истории, некоторые такого рода апокалиптические секты, которые прямо-таки суицид массовый совершают в эти моменты, ну, или просто разбегаются, когда очередная назначенная дата пришла, и ничего не произошло. Узивительно, как люди вполне здравые с вероучительной точки зрения, вполне вменяемые христиане, тем не менее, поддаются на эти вот обманы. Господь говорит очень четко, не ваше дело. Значит, мы призваны жить, не ориентируясь на эту дату. Знаете, как иногда святые говорят, мы призваны трудиться для Бога, как будто у нас еще впереди огромная перспектива, и много чего надо сделать. И молиться так, как будто времени осталось совсем чуть-чуть. Ну, или как-нибудь по-другому. Вот для того времени, когда пишет Лука, это чрезвычайно важный вопрос, потому что эсхатологические, или вернее будет сказать апокалиптические ожидания уже к тому моменту, будь то 65-й, и уж тем более 85-й год по Рождестве Христовом, уже, в общем, зажигают не столько умы, сколько сердца христиан, и вот это подчеркивание Лукой невозможности знать временные строки для читателя чрезвычайно важно. Ну, и к тому же обратите внимание, как обычно тоже говорят многие исследователи, если ты думаешь, что осталось совсем чуть-чуть, никакого смысла писать историю нет, а Лука именно это и делает, полагая, что кому-то будет важно прочитать этот рассказ, и в каких-то отношениях он будет поучителем. Далее он говорит о том, что Господь возносится на глазах апостолов, и вот что он им обещает. Он говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Дальше мы увидим, что такое эта сила, начиная со второй главы, на самом деле начиная, конечно, с конца первой, и это будут действия по устроению церкви, это будет проповедь, это будут чудеса, это будут разнообразные события, удивительные, когда там ангел Божий ночью через запертые двери выводит апостолов из тюрьмы. Вот жизнь другая, не такая, какая возможно была бы для обыкновенных людей. Вот вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вероятно, надо полагать, что, коль скоро в первом абзаце Лука говорит, первую книгу я тебе написал вот об этом, дальше ожидалась бы фраза, а вторую книгу я тебе пишу вот об этом. Такой нету, но в другой форме Лука все-таки объявляет, про что вторая книга, про то, что произойдет, что будет с человеком, в частности с апостолами, на которых сошел Дух Святой, которые приняли обещанное от Отца. И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме по всей Иудее Самарии, даже до края земли. Это еще одна формулировка так называемого великого поручения примерно в таком же виде существующего у Марка и так или иначе между строк записанного у других евангелистов великое поручение «Вы будете мне свидетелями даже до края земли, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Здесь этого этой формулировки нет, но суть, сами понимаете, конечно, та же самая, но тоже обратим внимание на конкретные формулировки. У Луки они часто очень-очень важные и часто совершенно не случайные. Господь у Луки не говорит «Идите по всему миру» и преподавайте теологию и создавайте соответствующие кафедры во всех непрофильных вузах на белом свете и добейтесь того, чтобы теология была в списке академических ваковских специальностей». Нет. Господь не говорит «Идите по всему миру и путем захвата политической власти заставьте человечество стать моими учениками». Нет. Более того, он не говорит «Идите по всему миру и боритесь за все хорошее против всего плохого». Тиранов оплевывайте, свободолюбивых значит, что, не знаю, обогащайте, несчастных утешайте. Последняя, впрочем, важная задача, в отличие от всего раннего перечисленного, тем не менее, Господь не говорит. Он говорит одну простую вещь «Вы будете мне свидетелями». И дальше Лука все время пишет о том, что и засвидетельствовали о воскресении. Апостолы в парадигме деяний отправляются не столько учить народы соблюдать все, что Господь заповедал им, сколько свидетельствовать о том, что Иисус воскрес. И вот собственно и все. Все остальное, что будет вокруг этого свидетельства, происходить в жизни людей, в истории, в жизни страны народов, это все некое творческое действие Духа Святого, которое впереди, которое не обсуждается, потому что это не задача апостолов. Задача апостолов засвидетельствует, что Иисус убитый, распятый на кресте, воскрес. и вот собственно про это. И вся книга дальше все время, сначала Петр и другие апостолы, потом Павел, все время об этом именно и говорят, о том, что Иисус воскрес. Тоже, в общем, не вредно заметить, что они не учат православной культуре по причине наличия отсутствия ионой. Они не учат каким-то богослужебным практикам по понятным причинам, еще чего-то. Вот можно привести многое, чего они не делают, а делают современные христиане. И вот то единственное, что апостолы делают, потому что им это велено, и чего часто не делают современные христиане, свидетельство в воскресенье. Далее, в следующем абзаце евангелист говорит о том, что ученики возвращаются в Иерусалим и пребывают в некой горнице, в некоторой верхнем помещении, комнате, где-то на втором этаже. Предание, только предание, не имеющее документальных источников, однако, ну вот единственное, какое у нас есть предание, говорит, что, возможно, это был дом матери евангелиста Марка, и, вероятно, имеется в виду то помещение, в котором происходила тайная вечеря, и потом, собственно, Пятидесятница тоже будет происходить в этом помещении, и по Вознесении апостолы тоже собирались в этом помещении. Ну, конечно, так может быть. Хотя, надо признаться, что византийцы любили такие случайные совпадения и похожести объединять в что-нибудь одно. Если там было три человека по имени Иван, значит, византийская легенда будет говорить, что это один и тот же человек. Если там происходит что-то в нескольких местах, в нескольких комнатах в Иерусалиме, византийское предание будет говорить, что это была одна комната, и ее потом нашли, и так далее. поэтому вероятно, для самого Луки, читатели которого, кстати, сказать, вовсе не в Иерусалиме, для самого Луки важно не это, а важно, что это было некоторое помещение, где апостолы собрались вместе и пребывали вместе единодушно в молитве и молении с некоторыми женщинами, с Марией, Матерью Иисуса и с его братьями. Но я бы сказал, что иногда с изумлением видишь предположение, что все 10 дней от Вознесения до Пятидесятницы они там так в этой горнице Сионской просидели, но мне кажется, это несколько оголтелое толкование. Все же скорее всего, ориентируясь на практику своих читателей, Лука говорит о том, что вот апостолы, как и вы, постоянно, каждодневно собирались в этом помещении в молитве и молении, в молитве и молении, собирались вместе, вместе с Христой Богородицей, с некоторыми женщинами, с братьями Иисуса. Вот это происходило все время, каждый день, как христиане, времени написания книги и деяний тоже собираются более или менее регулярно и стараются собраться. Теперь еще тоже надо заметить, что когда Лука говорит, единодушно пребывали в молитве и молении, он не имеет в виду двух разных вещей, он имеет в виду одно и то же диалог с Богом, молитва, моление, вот может быть, через запятую это надо как-то писать по-русски, если пытаться передать это русским языком, получается несколько эмоционально и не так гладко, как в оригинале Луки. он не имеет в виду, что по часам сейчас молитва, теперь моление и это разные вещи, ничего подобного. Он говорит, они пребывали все время вместе, не просто в одной комнате, а вместе в обращении к Богу в молитве. здесь только по законам литературной речи употреблены два синонима, это именно синонимы. Ну и наконец заключительная часть первой главы посвящена избранию Матфея, избранию двенадцатого ученика. Петр встает посреди учеников, а их было человек сто двадцать, обычные исследователи говорят, что сто двадцать человек для иудеев того времени, это была некоторая цифра, которая давала возможность формировать некоторую религиозную иудейскую школу. Даже не так, чтобы точная цифра при 119 учениках невозможно, а на 120 уже можно, но дело в том, что это рассматривалось как некоторая большая большая община, которая имеет право вести свою достаточно самостоятельную и доволь и отчасти замкнутую жизнь. Помните, там потом Лука будет говорить, никто не смел к ним пристать, к ним, к христианам. Ну, вот, как бы, возможность создания такой общины. И говорят также, что и возможность собираться в некоем специальном месте, построить для себя или занять какую-то синагогу, где будет так все происходить, как принято вот у этих людей. Ну, весьма вероятно, что эта цифра действительно здесь поэтому Лукой приведена. Хотя по Лаожару Куна сердце надо сказать, что вообще он любит цифры. Любит цифры, иногда они у него просто вот для символичности. Суть же того, что говорит Петр, то, что происшедшее с Иудой было предречено пророками, он ссылается на псалмы и крайне странно, надо сказать, ссылается на пророчество у земли крови. Оно вообще какое-то невезучее, потому что Матфей, ссылаясь на это пророчество Захарии и дали три десять сребреников цену цененного его же ценнейшей от сынов Израилевых, Матфей говорит, что это пророк Иеремия, хотя это вовсе Захария. Здесь говорится о том, что это там расселось чрево Иуды, выпали внутренности, и поэтому земля, купленная на тридцать серебреников, стала называться земля крови, Акелдама. Она не поэтому стала называться землей крови, предатель тут вообще сажен ни при чем. Но вот тем не менее это бросающаяся в глаза неточность. Весьма вероятно, что христиане первого века, может быть иудеи первого века, обращались с пророчествами куда как более вольно, чем мы сейчас можем себе это позволить. Тоже в общем не лишний будет это помнить. Основная же мысль Петра в том, что Иуда про предателей все было сказано, и вот он этим путем пошел. Но Петр полагает и по-видимому с ним в этом согласны апостолы, что апостолов должно тем не менее быть двенадцать. Двенадцать. Потому что это символическое число, вы сядете на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых, хотя колены Израилевых уже давным-давно превратились в некую историческую фикцию, тем не менее апостолов вот должно быть двенадцать, потому что такая парадигма спасения израильского народа. И поэтому Петр берется за организацию этого дела, за организацию. Он предлагает и апостолы поддерживают его выбрать двух человек на одно место, потому что окончательный выбор должен принадлежать Богу. Будь это до вознесения Господа Иисуса Христа, он бы это и сделал, а тут они выбирают Иосифа, Иуста, и Матфея, и предлагают Богу через жребий выбрать, кто из них будет апостолом. Заметьте, что для той эпохи жребий, как форма, в которой Богу предлагается высказаться, вещь его почти нормальная. Это не воспринимается как некое принуждение Бога к диалогу, вовсе нет. Это воспринимается именно как почтительный отказ брать на себя принятие некоего решения. Так делают многие иудеи, так делает первосвященник в храме, иной раз используя для этого Урим и Тумим. Это ну вот такой нормальный способ вопросить Бога для той эпохи. Следует ли пользоваться этим способом сейчас, я не возьмусь утверждать, хотя поместный собор 1917 года вполне себе прибег к этой же самой процедуре. Жребий, потому что окончательно принять решение может только Бог. И вот по жребию они причисляют к 12 Матфея, и на этом заканчивается первая глава. Субтитры Матфея, которые нужна -сминь мать к Продолжение следует...